Жили благодаря мужу, что работал, снимали жилье, жили как-то, выживали, обжилися. Пожалуйста, опять остались голые босы и опять никуда, никуда опять. Это пункт временного размещения для беженцев в Курске. По данным местных властей, более 120 тысяч человек покинули свои дома из-за боевых действий на территории области. Вот хожу, позорюсь, а я жила всегда обеспеченная, у меня, слава богу, все было. А теперь я вынуждена себе переодеться и искать. Новая газета Европы собрала все, что известно на данный момент о вторжении Украины в Курскую область и последствиях. Беженцев из зоны боевых действий будут размещать не только в Курске, но и в других городах России. Правда, местные власти называют эвакуацию добровольным выездом. Жительница Кореневского района Курской области рассказала, как покидала свой дом и что увидела своими глазами. А это фрагмент разговора беженцев с в Рио губернатора Курской области Смирновым. Автоматы и один танк у них на три вот взяла. Это как? Можно так было допустить ситуацию? Наша армия... Да нет, вы тоже ехали, такая же ситуация. Там очень много этих сочников, их просто полегло. Как могли так отпустить? Не было нашей армии, мы своими, я лично своими глазами это все видела. И они нам рассказывали информацию. Сколько там детей побило? Вы когда шли? Вы шли по территории Российской Федерации. А наша армия, она в этот момент оборонялась на границу. Меня возмущает, что детей послали, там столько детей. Да и ребята ведь сидят от ОТОНКО. У меня внуку 16 где-то, а им 18, они практически ничем не отличаются. И как можно так оставить столько детей, там их столько погибло. Это я точно знаю, сколько их там погибло. Точная информация. Мы не могли видеть армию на территории России. Вот уже неделю российские военные не могут остановить наступление ВСУ. За время вторжения погибли 12 мирных жителей. 121 человек получил ранения, 10 из них – дети. Рассказал в Рио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с Путиным. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Также сегодня президент Украины Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Сырского о ситуации в Курской области. Власти Украины впервые признали официально, что проводят там операцию. В продолжении проведения наступальной операции на территории Курской области на данный час перед нашим контролем находится близко тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. Достоверно говорить о ходе боев по-прежнему сложно, поскольку стороны в основном воздерживаются от комментариев. Мы попросили военного эксперта Яна Матвеева подвести предварительные итоги недели боев в Курске. За первую неделю украинского наступления стало понятно, что российские войска полностью не готовы к отражению подобной атаки. И действуют они в попыхах, как попало, и строго по ситуации, никакого плана у них нет. Плюс у командования нет никакого даже пожарного, как говорится, плана. То есть они перебрасываются части без какой-либо системы и все еще не сформирована полноценная группировка, которая будет отвечать украинским военным на это вторжение. Скорее всего сейчас ВСУ все еще имеют превосходство по силам в Курской области и могут дальше наступать и имеют в определенном смысле инициативу. Также понятно, что еще не сформировался фронт. Есть много участков, где действуют небольшие украинские группы и могут прорываться довольно далеко и проходить. При этом зона контроля украинских военных уже более-менее определилась, но это не значит, что она не может расшириться и не расширяется прямо сейчас, например. Потому что если вообще суммировать всю ту информацию, которая у нас есть из разных источников, скорее всего серьезное сопротивление российские военные смогли оказать только в районе Мартыновки и Коренева. Обе страны публикуют видео с военнопленными. Наша цель дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территорию, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территорию нашей. А украинский проект «Хочу жить» опубликовал видео с, как утверждается, военнопленным из чеченского спецназа «Ахмат». Редакция «Новой газеты Европа» призывает взвешенно относиться к словам тех, кто попал в плен. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Сейчас в этом плане очень рискованный момент для российских военных. Они, если будут действовать слишком где-то агрессивно, слишком нерасчетливо, они могут и попасть в окружение легко. Потому что, если они увлекутся, скажем, атакой в одном районе, то другие украинские части могут их обойти, отрезать от снабжения, ну и дальше уже те подразделения будут попадать в плен. Мы не знаем, да, вот сейчас есть много кадров пленных российских, мы не знаем, в какой ситуации они были взяты в плен. Может быть, как раз это какие-то окруженные, отрезанные были подразделения, которые, соответственно, уже не могли сопротивляться и сдались в плен. Сам Курск не только принимает беженцев, но и попадают под участившиеся обстрелы. От попадания ракеты в жилой дом накануне пострадали 15 человек. По данным украинских источников из генштаба ВСУ, слова которых приводит журнал The Economist, в операции в Курской области участвуют тысячи лучших бойцов ВСУ. 10 августа, по их же данным, украинским войскам удалось продвинуться вглубь российской территории на 40 километров. Также источник сообщает, что Россия начинает оттягивать силы с харьковского направления на Курск. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре? Тем временем, украинская техника появилась на восточной окраине Суджи. По данным агентства, это может говорить о полном контроле ВСУ над городом. Также, по данным Радио Свободы, газоизмерительная станция Суджи разрушена, следует из спутниковых снимков. «Газпром» утверждает, что она продолжает работать. Важные истории поговорили с бывшим командиром российской разведки. Тот рассказал, что наступление на Курскую область – результат ошибок и разведки, и минобороны. Украинцы очень быстро продвигались, не закрепляясь на точках, чтобы российские войска не успевали подтянуть резервы. Войскам в теории ничего не мешает прямо сейчас остановиться, окопаться на рубежах и точно так же сопротивляться, как и на всем остальном фронте. И российской армии придется приложить огромные силы, чтобы вытеснить. Поэтому сейчас все выглядит так, что управление ситуацией в руках украинских войск. Вот как они захотят, так и сделают. Могут уйти прямо завтра, если они решат, например, что ущерб, нанесенный российской армии, достаточен, там пленных взяли много, и дальше оставаться здесь слишком опасно, выманили на себя достаточно серьезные силы, задача выполнена, можно уходить. Могут уйти. Захотят закрепиться, закрепятся. Захотят расширить эту зону и закрепиться уже дальше, достичь каких-то других рубежей, будут пытаться это делать. Сейчас российская армия не в том положении, чтобы ограничивать очень серьезные именно замыслы украинских военных. И судя по общему такому импульсу, у них еще есть силы на какие-то активные действия. Организацию защиты Курской области критикуют даже депутаты. Послушайте, как это делает Андрей Гурулев. События в Курской области для меня, наверное, очень близки, потому что моя супруга из города Льгоф. И в среду там пришлось брать руки в ноги, ехать в Льгоф, стариков оттуда вывезти. Я был в Курской области до тех событий, я видел, как оборудуются эти рубежи, как прикрываются минные поля. Но вы совершенно верно заметили, что минные поля без огневого, что прикрытия, это просто ни о чем совершенно. Пришли эти мины, сняли, пошли дальше. И вот здесь момент такой довольно-таки серьезный. Кто это планировал, кто думал. На данный момент известно о нескольких сотнях пропавших в Курской области, сообщает поисковая организация «Лиза Алерт». Сообщения о поиске людей появляются также в местных группах ВКонтакте. При этом, как доложил Путину глава региона, неизвестна судьба двух тысяч человек. В результате атаки на Запорожской АЭС 11 августа загорелись охладительные системы. Стороны обвиняют в происшествии друг друга. Сообщается, что угрозы взрыва и утечки радиации нет. Мы попросили эксперта по ядерной энергетике прокомментировать возможные риски. Крупный ядерный инцидент возможен до сих пор, пока идет война, пока возможны обстрелы вокруг площадки. Но все-таки это не... Мы не говорим о потенциале Чернобыльской аварии, даже не о потенциальном масштабе Фукусимской аварии. Скорее всего, речь в текущем состоянии может идти о какой-то локальной аварии, ограниченной промплощадкой, ну или максимум несколько километров вокруг нее. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий в России и в мире. ДИНАМИСЧАСИЯ ДИНАМИСЧАСИЯ Продолжение следует...